Hi guys, it's Yena Grausso, as always, and today we'll go on talking about the most common English words. И сегодня мы продолжим говорить о самых-самых распространенных, самых известных и самых нужных нам английских словах. От 600 до 700. So let's turn. The next word is finger. Следующее слово в нашем рейтинге это finger, пальчик. Для каждого пальчика англичане придумали свое название, но об этом как-нибудь в другом видео. Но в общем смысле палец это finger. The next word is industry. Индустрия, промышленность. Очень патрапулярное слово. 62 место industry. The next word is value. There is no industry without value. Нет никакой индустрии, нет промышленности без ценности. Value это ценность. От этого слово ценный valuable. Очень нужный valuable, ценный. Также value это еще и величина. В некотором техническом смысле иногда бывает тоже используется. The next word is fight. I'll fight. Я буду бороться. I won't give up. Я не сдамся. I will fight. Мы будем... Я буду бороться и вы тоже будете бороться за лучший свой английский. Верно? The next word is lie. I означает лжец, 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 да? Врать, врать, врать и еще раз врать. Надеюсь, что вы не врете. Смысла в этом нет никакого. Это просто невыгодно. The next word is beat. One second. I dropped it down. Уронила немножечко. Beat означает бить в самом широком смысле. He is beating her on your butt. В смысле дома. Какой-то очень нехороший мужчина. Вот, надеюсь, таких нету. Это все выдумки. Но beat это еще и beat в смысле музыкальной. Есть песня Мадонны. В свое время, когда я была моделью, под эту песню я ходила по подиуму, к слову сказать. Поэтому для меня эта песня что-то интересное значит. И поэтому слово beat, в смысле beat, как beat goes on. Песня Мадонны, типа beat продолжается, музыка продолжает качать. The next word is excite. Волновать, взволновать. I'm so excited. Я настолько сильно взволнована. It's exciting. Это восхитительно, это изумительно, это очень волнующе. Excite означает волновать, изумлять. Да, заводить. The next word is natural. Естественный, натуральный. The next word is view. What a wonderful view. Какой красивый вид. Ну, там, с крыши или какую-нибудь еще. The next word is sense. Это чувство, в смысле органы чувств. Наши шесть чувств. Шесть зрения, обоняния и так далее. У меня даже есть отличное видео. Вы можете посмотреть где-то на YouTube-канале или здесь, в ВКонтакте. Было отличное видео про разные восприятия, про разные чувства, про то, какие там есть слова. Taste, smell и так далее, и так далее. The next word is ear. Это ухо. К слову о слове ear. Это еще и музыкальный слух. Поэтому, если я хочу сказать, что у меня есть музыкальный слух, я скажу. I have ears for the music. У меня есть уши для музыки. It's English, guys. Это английские ребята, ничего не могу с этим сделать. The next word is else. Значение еще, но только в связке со разными словами. Who else? Кто еще? Want some ice cream. Хочет немножечко мороженого. Или what else? Что еще? What else do you want? Чего еще ты хочешь? Или там when else? Когда еще? Where else? Где еще? Where else can I find it? Где еще вы можете найти, чтобы по сотне слов с вами разбирали за видео? Довольно, достаточно. It's quite interesting. Это достаточно интересно. It's quite easy. Это достаточно легко. It's quite boring. Достаточно скучно. Довольно-таки. Это такое слово-связка, которое помогает нам более текуче, более плавненько говорить на английском языке. У него есть такой братик у этого слова. Это слово rather. И если говорить it's quite interesting. В позитивном смысле достаточно интересно. It's quite easy. Достаточно легко. But it's rather boring. Это достаточно скучно. It's rather expensive. Достаточно дорого. То есть, если слово достаточно и довольно-таки есть в более позитивном смысле, в более негативном. В более позитивном чаще используется слово quite. В более негативном чаще используется слово rather. The next word is broke. Broke – это вторая форма от слова break. Дословно, как бы, типа, сломал. I broke it. I broke my car. Я сломал свою машину. Но еще broke означает намели, без денег. Да, мои финансы бывают романцы. Поэтому, слушайте, I'm broke – это я разорен. Я намели. Я, как бы, как это по-русски называется. Ну, короче, без денег. The next word is middle. Middle означает средний. Да, серединка. In the middle of the room. В середине комнаты. The next word is kill. Убивать. Don't kill anyone. Никого не убивать. The next word is sun. Сын. Вы это знаете слово? The next word is lake. Озеро. Moment. Момент. Scale. Шкала, градация, уровень. А вот если в множественном числе scales, то это весы, на которых можно стоять и взвешиваться. Выкрикни это, скажи это громко. Или laugh out loud. Лол. Так называемый, да? Значит, типа смеюсь очень громко. Loud, громкий, громко. Loudly, можно сказать. Loud music, громкая музыка. The next word is spring. Весна, весна. Пора любви. Кого нашел, того любви. The next word is observe. Наблюдать. Зачем-то observation, наблюдение. И в научном смысле, и в всяком, вообще, каком угодно. The next word is straight. Прямо. Или прямой. Go straight on and turn left. Идите прямо и поверните налево. Или sit straight. Сиди прямо. Straight прямо. Или straight nose. Прямой нос. В общем, straight, прямой и прямо. The next word is consonant. Согласная буква или согласный звук. The next word is nation. Нация. Dictionary. Словарь. Уверенна, I'm sure you use it. Уверенна, что вы его используете. Кстати, о словарях. Если вы еще не купили визуальный словарь английского языка, купите обязательно. Потому что, когда картинки написаны, и он в основном для существительных хорошо используется. Когда вот нарисован фрукт, и написано, как оно называется. Единственное, что они не озвучены. Это большой минус. Поэтому лучше бы с попытателями уточнять, как это произносится. Можете у меня спрашивать, в конце концов, как произносить что-нибудь во время вебинаров или чего-нибудь еще. Но вот визуальные словари, так пролистывать и играться с ними одно удовольствие. Я так и занимаюсь по английскому, немецкому и испанскому. Очень мне нравится. Уверенна, вам нравится мой метод? Методика. Орган, тело человеческий, да? И орган, как классический инструмент, тоже сюда. Pay. Слово платить только на 632 месте. Возраст. Может, в анкетах видели. Секция, раздел. Дресс. Платье и одевать. Can you dress me? Ты можешь меня одеть в смысле, одеть меня в какую-то одежду, да? Помните разницу про одеть и надеть? Надеть на себя, одеть кого-то во что-то. Дресс это и глагол, и как значение платья. Или наряд еще тоже. The next word is cloud. Облако. Кстати, про слово dress, да? У нас говорят платье или там вечерний туалет. А по-английски dress, платье или dress, ну то есть вечерний вид тоже можно сказать dress. Даже мужчина может сказать что-то про dress. Ну, как бы в редком исключительном случае, в плане как вечерний туалет. Ну, вот у нас про туалет, а у них про платье, как-то так. The next word is surprise. Сюрприз, а также глагол удивлять. It surprised me, это меня удивило. Или it's surprising, это удивительно. It can't surprise anyone, это может кого угодно удивить. The next word is quiet. Why are you so quiet? Почему ты такой тихий? Чего ты замолчал? Чего ты там замыслил? Есть шутка, англичане часто ее говорят. Why is it so quiet? То есть, когда в тишине, говорят, почему так тихо, да? Quiet. The next word is stone. Это rolling stones, катящиеся камни. Stone это камень. The next word is tiny. Can you imagine some really little kennels? Можете представить и маленьких котяточек? With tiny, tiny noses, с крошечными носиками. Tiny eyes, с крошечными глазинками, да? И вот крошечными все. Или маленького ребеночка. Tiny lips, tiny noses. Tiny arms, I don't know, tiny everything. Все крошечное-крошечное у малышей, да? The next word is climb. Забираться на гору. Climb the mountain. Заметьте, не нужен какой предлог после него. Просто climb the hill, climb the mountain и так далее. The next word is cool. Oh my god, it's cool. Боже мой, так прикольно, так клево. Cool это и клево, и прохладный. It's cool outside. Что-то прохладненько на улице. The next word is design. Design means design. А также в значении глагола. Разрабатывать. I can design your new website. Я могу разработать ваш новый сайт. Или design a strategy. Разработать стратегию. Короче говоря, разработать что-то. Бедняк, бедный. The next word is lot. Он в составе слова a lot of. Много. Ну, как бы, как множество слова lot. The next word is experiment. The next word is bottom. From the bottom of my heart. Со дна моего сердца. Из глубин моего сердца. Также bottom означает дно в самом широком смысле. А также филейную часть ниже спины. Грубо говоря, ягодицы называют иногда bottom. The next word is key. Ключ. You are the key. Вы есть ключ. Ключ внутри вас. Key. Это ключ. Сам жарк. Или еще какая-то догадка тоже иногда говорится. В значении key ключ. Догадка для чему-то. The next word is iron. Гладить утюг и железо. Все одно и то же. В свое время моей однокурснице был такой опыт, когда она быстро переводила какие-то английские предложения на слух. И в переводе мы тренировались. И неожиданно она перевела strike the iron till it's hot. Вражение типа, ну, сейчас пойму. Сейчас поймете какой? Типа, бей утюг, пока горячий. А на самом деле это было куй железо, пока горячо. Потому что iron это и железо, и утюг, и гладить. Ну, что я могу сделать с этим? The next word is single. Одинок, в смысле не замужем или не женат. I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. So put your hands up. The next word is stick. Прилипать. Стикеры от этого, да, прилипающей бумажки. А также палка. Give me that stick. Дай мне эту палку. The next word is flat. Flat это квартира, а также еще есть слово пустой. The battery is flat. Батарейка пустая, батарейка села, батарейка больше не работает. Так что в значении прилагательного это пустой или больше не работающий. Севший, грубо говоря. Flat, как существительное, это квартира. Но чаще еще говорят, что это слово apartment в значении квартира. Кожа к коже. Грубо говоря, кожа. Такая вот есть скороговорка с словом smile. Где-то тоже на ютуб-канале есть видео со скороговорками и там где-то вот была скороговорка с словом smile. Улыбайся чуть, улыбайся больше. Все другие будут улыбаться и будут мили улыбок вокруг, да? Слово smile. The next word is crease. Вот такое вот слово. Может быть, вы знаете от него происходящее тоже слово increase или decrease. Но само слово crease означает, как бы increase, decrease означает увеличиваться, допустим, цена увеличивается, increase, либо decreases. Уменьшается, снижается. Но слово самое crease означает сгиб или заломчик. То есть, вот, когда мы гладим что-то, we can iron something and there will be a crease. И там будет такая, как бы, стрелка или сгиб, как это называть, складка, да? Вот. Плюс еще и это мяться. Если я хочу сказать, материал очень легко мнется. Этот материал может crease easily, может легко мяться. То есть, складки разные на нем очень легко образуются, как утюгом, так и просто мятые. Вот это слово crease. Вот, как-то сраного, довольно популярно, как вы видите. Тоже бытовое. The next word is hole. Дырка. The next word is trade. Торговля. The next word is melody. Мелодия. Кстати, когда мы говорим, что я, как это, меломан мы говорим, англичане говорят меломаньяк. Меломаньяк. То есть, такой маньяк до мелодий. Ну, вот такая история. The next word is trip. Поездка. Ну, недолго. Просто поездка куда-то. The next word is office. Вы это знаете, это слово. Receive. Получать. От слова receive есть слово receiver, которое означает трубка телефонная. Телефонная, да. Take the receiver. Возьми трубку. Возьми, вот, грубо говоря, когда были домашние телефоны, может, у кого-то до сих пор есть. У меня уже давно нет, только мобильные. Но вот pick up the receiver. Подними трубку. От слова получать. The next word is row. Ряд. I'm sitting in the first row. Я сижу в первом ряду. Always. Всегда. The next word is mouth, рот. The next word is exact. Точный. Там, вот, стопудовый, точный. От него слово exactly, точно, так точно, именно так. И есть вопросы. What exactly do you mean? Что именно ты имеешь в виду? What exactly happened? Что конкретно случилось? Конкретно случилось. Что именно случилось? Что когда-то произошло? What exactly do you think about it? Что конкретно ты думаешь по этому поводу? The next word is symbol. The next word is die, умирать, простите. The next word is least, the last, but not the least. Последняя, но не последняя по значимости. Потому что list означает наименьший, самый маленький из чего-то. Да, наименьший по важности и вообще наименьший. The next word is trouble. Don't trouble trouble till trouble troubles you. Еще разок. Don't trouble trouble till trouble troubles you. It only doubles troubles and troubles others too. Тоже есть такая скороговорка. Не трогай, не беспокой проблему, пока проблема не побеспокоит тебя. Это только удваивает doubles, да, проблемы и беспокоит других тоже. Такая вот скороговорка. Даже trouble это беспокоить и беда. Вот так вот, всякие и проблемы. The next word is shout, shout, let it come out. Да, кричать. The next word is accept, исключать. There is no rule without an exception. Нет правила без исключений. Исключение только подтверждает правила. Слово accept. Вторая форма слова написать, писать, написал или писал. Просто в перечислении разных действий. Он может сказать, я сделал то-то-то-то и еще I wrote a letter. Написал письмо. Неправильный глагол. The next word is seed, семя. The next word is tone, логично, что тон. The next word is join. Join означает присоединяться. Join us, присоединяйся к нам. The next word is suggest, предлагать. Если я хочу, я предлагаю, чтобы вы остались сегодня у нас. Или я предлагаю, чтобы мы пошли туда вместе. Вот как сказать, я предлагаю, чтобы что-то мы там сделали. По-английски здесь нет прошедшего времени. I suggest that we go together. Я предлагаю, чтобы мы пошли вместе. Есть еще вариант. I suggest that we should go together. Should иногда говорится, иногда не говорится. Вот, тем не менее, нету, чтобы мы пошли там, вот как по-русски у нас там словоблудие начинается такое, да. По-английски просто I suggest that we go. Либо I suggest that we should go. Я предлагаю, чтобы вы это сделали. I suggest that you do it. Без меня. Without me, да. The next word is clean. Чистый, чистить, убирать, убираться и так далее. The next word is break. Прорваться, нарушить, сломать. Все это всегда break the leg. Допустим, he breaks his leg very often. Он очень часто ломает ногу. Don't break the law. Не нарушайте закон. Вот такое слово. The next word is lady, hear me tonight. Cause my feeling is just so right. We can dance. И так далее. Lady. The next word is yard. Yard означает дворик. Двор. The next word is или yard, тоже еще. Ну, как бы значение, измерительная величина. The next word is rise. Подниматься или поднимать. Sunrise. Это у нас что? Это у нас восход солнца. Мы говорим, кстати, по-русски проснись и пой. А англичане говорят rise and shine. Поднимись и свети. Rise and shine, guys. Поднимитесь и светите, пожалуйста, мои хорошие. The next word is bad. Too bad. Очень плохо. Плохой. Не забудь слог. Ааа. Да, в данном случае. Rise and shine is blow. Blow – это дуть. И, конечно, тут не знаю, как поступить, но вообще-то еще в сленговом варианте это означает две нехорошие вещи. Первая связана с наркотиком, а вторая связана с тем, как женщина может доставить удовольствие мужчине некоторым особым определенным образом. И вот blow означает именно один из этих особенных определенных образов. Уж это не я, ребята, это английский. The next word is oil. Это масло. И еще нефть. The next word is blood. Bloody Mary. Кровавая Mary. Blood – это кровь. В некоторых северных районах Англии говорят не blood, а blood. Что я могу сделать? The next word is touch. Трогать. Прикасаться. The next word is grew. Вырос. Выросли. Вторая форма глагола grow. Прошедшее время. The next word is sand. 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 The next word is mix. Смешивать, перемешивать, переперемешивать, замешивать. И все это слово mix. Mixture – это смесь. You can mix it in blender. You можешь посмешать это в блендере. And just... It will be ready. The next word is team. Team building. Да, dream team. Построение команды. Team – это команда. Игровая или какая-то другая. We are one team. Мы с вами, ребята, одна команда. The next word is wire – проводок. Такое слово. Where is my wire? Где мой проводок? В смысле, например, моего лэптопа, моего ноутбука к розетке. Все провода, какие-то вот подзарядки. Вот это все называется wires. Where is my wire? Где моя подзарядочка? Где мой проводок волшебный? The next word is cost. Стоит. It costs 50 долларов. Это стоит 50 долларов. Lost – потерянный. Get lost – исчезни. Потеряйся дословно. Get lost from here. Давай отсюда исчезни отсюда куда-нибудь. Или oh my god, we got lost. О, боже мой, мы заблудились, мы потерялись. The next word is brown – коричневый. Wear – носить на себе, либо на мне надето. I'm wearing black jacket. На мне черный пиджак. Дословно означает я прямо сейчас ношу его. I am wearing – используется с ингом. Если я говорю, на нем были надеты голубые джинсы. He was wearing blue jeans. Да, он дословно носил в тот момент. The next word is garden. Садик. Сад. The next word is equal. Equal означает равный. They are equal. Они равны между собой. Также в значении они используют equal, как моя вторая половинка. He is my equal. Дословно он мне равен. Он моя вторая половинка. Он мне равен. Я его уважаю как самого себя. The next word is sent. Отосланный. Да, или какой сделанный. Sentler – отосланное письмо. Уже как бы все, ушло оно. Либо вторая форма глагола. Send – отослал. Что сделал в прошедшее время. The next word is choose. Выбирать. Choose whatever you want. Выбирай, что хочешь. It's up to you to choose. Как хочешь, так и выбирай. It's up to you. Это зависит от тебя. To choose. Что ты выберешь. The next word is fell. Упал. He fell down. Упал вниз. Либо he fell in love. Он влюбился. With English. He fell in love with English. Он влюбился в английский. Or you fell in love with English. Или вы упали в любовь с английским. И, разумеется, неважно. Главное – that you fell in love with English. Главное – то, что вы влюбились действительно в английский. И чтобы мы продолжали это делать, ставьте, пожалуйста, лайки. Не знаю, как это правильно сказать по-русски, честно говоря. По-моему, такого нет нормального слова. Делайте перепост, короче. Как только вы сделаете 80 раз перепост, я это увижу здесь в паблике. Я сниму видео с большим удовольствием со следующей сотней слов. That's all for now. Сейчас это все. See you later, Legators. Bye. I love you. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.